И тише нет своего рода, и на душе нехорошо. Когда на душе нехорошо, они приходят сюда, в Республиканский Центр Социального Обслуживания Населения. Одинокие пожилые люди находят здесь душевное успокоение. Особенно им в этом помогает музыкальная терапия. Лидия Зимцова вот уже шестой год не представляет свою жизнь без этого учреждения. Все посетители давно стали для нее родными. Говорит, здесь она отдыхает душой и вновь чувствует себя 18-летней. У нас возраст такой. Ну, как говорится, мы хотим веселиться, хотим еще пожить, хотим, чтобы у нас... Мы едем, выступаем на свои концерты. Вот в стардом, и везде мы ездим в аулы, везде показываем свои способности. Чтобы отвлечься от одиноких будней, из села Николаевское сюда регулярно приезжает участник Великой Отечественной, 95-летний Магомед Капушев. Фронтовик шутит, что здесь его всегда встречают как настоящего солдата. Встречают меня как старого солдата, а я рад этому. Вот поэтому я прихожу сюда. Мне тут с этими людьми просто как рыба в воде. В этом центре пожилые люди находят себя и в творчестве, о чем красноречиво говорят подделки, изготовленные руками пенсионеров. Наиболее активные из них посещают тренажерный зал. А если кого-то беспокоит боли в суставах, то можно пройти физиотерапию. Но самое востребованное среди всех услуг, предоставляемых центром, это музыкальная терапия. Работать с ними очень интересно, так как они все разного возраста, очень большой жизненный опыт у всех накопился. Люди со своими характерами, со своими какими-то жизненными понятиями устоявшимися. Если кто-то посещает центр по несколько раз в неделю, то есть пенсионеры, кому здоровье не позволяет выходить из дома. К ним социальные работники выезжают на дом. К слову, в Черкесске работает 21 такой соцработник. Под опекой у каждого по 10 человек. Они оказывают услуги, оказывают помощь в социально-бытовых услугах, в социально-психологических, ходят за продуктами, помогают обустраивать быт. Но самое главное вообще-то в действии наших работников, это, конечно, проявлять максимум внимания к этим людям, которые остались без опеки. Центр социального обслуживания был образован в Черкесске в 2012 году. Сегодня в его структуру входят 23 отделения социальной помощи на дому во всех городах и районах республики. Более 300 соцработников ежедневно заботятся о 3000 своих подопечных. С главной задачей помочь пожилым гражданам и инвалидам преодолеть одиночество, наполнить их жизнь позитивом и новым смыслом, социальные работники Карачаева-Черкесии справляются отлично. Анета Дышекова, Мурат Койчев, Архейс, 24.